Медный бунт В 1661 году за рубль серебром давали два медью, а в 1662 – восемь. Бунт подняла толпа, прочитавшая подметные листки, где все беды объяснялись воровством царского тестя Ильи Милославского. Василий Петрович Стасов родился 4 августа 1769 года в Москве. Он служил помощником архитектора в Москве, позже стажировался в Европе. В 1808 году Стасов становится архитектором императорского кабинета. Построенные им Павловские казармы на Марсовом поле, Спасо-Преображенские и Троицкие соборы, Нарские и Московские триумфальные ворота и другие шедевры архитектуры отличаются представительностью и торжественностью архитектурных форм. 4 августа 1783 года в Георгиевске был заключен дружественный договор России с грузинским царством Картли Кахетти. По Георгиевскому трактату грузинский царь Иракли II признавал покровительство России и отказывался от самостоятельной внешней политики, а также обязывался своими войсками служить российской императрицей. Российская императрица Екатерина II со своей стороны ручалась за сохранение целостности территориальных владений Грузии. В Петербурге палата уголовного суда вынесла смертный приговор публицисту-вольнодумцу Александру Радищеву за издание и распространение книги «Путешествие из Петербурга в Москву», которую Екатерина II сочла подрывной для своей империи. Месяцем позже государыня, назвавшая Радищева бунтовщиком хуже Пугачева и повелевшая его сурово наказать, милостиво заменила казнь ссылкой на 10 лет в Элимский острог с лишением чинов и дворянства. 4 августа 1836 года в московском Кремле установлен царь-колокол. Огромный колокол отлит русскими мастерами-братьями Маторинами в 1733-1735 годах на Пушечном дворе по указу императрицы Анны Иоанновны. В 1836-м царь-колокол был поднят из литейной ямы и установлен в московском Кремле на постамент, исполненный по проекту Агюста Монферрана. Александр Степанович Пирогов, русский советский оперный певец, народный артист СССР, родился 4 августа 1899 года в Рязани. Александр начал петь, когда ему исполнилось 16 лет. В 1924 году Александр пришел в Большой театр и стал его солистом. Вся творческая жизнь певца более 30 лет отныне была связана с этим театром. За свою творческую карьеру он спел практически весь классический русский и зарубежный басовый репертуар, а также исполнил ряд новых партий в только что написанных советских операх.